Скидки, скидки, скидки! Мечтали обновить ПК? Хотите лучше мышь или наушники? До 24 декабря у вас есть уникальный шанс приобрести мониторы, материнские платы, видеокарты и геймерские девайсы до 20% дешевле. Успейте получить свою скидку от Asus. Промокод на экране. И еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Напоследок, последняя на сегодня и решающая карта для Вегас Квадрон и коллективом HFZ. Для вас работает Каспер, друг, и мы смотрим за квалификациями на StarLadder Invitational сезон под номером 4. Верно, готов к шестой на сегодня карте. Я всегда готов. Мне-то что? Я как бы не мешки ворочаю здесь, поэтому... Это верно. Поэтому я готов. Готов. Виверна в очередной раз и Титан. Ханкис, Фромзавод понимают, что проблема была не в героях. Проблема просто чуточку была в исполнении. Где-то немного недоиграли и все провалилось. Хорошо, будем исправляться. И в первую очередь исправляются, забанив Шторма и Омни Найта. Омни Найт, Шторм, да. Да. Без них, наверное, как-то и попроще будет. Интересен вопрос Манки Кинга. В нем они так уверены, как было, либо нет? Потому что мне кажется, если, например, Shadow Fiend может появиться здесь, он потенциально по игре очень хорошо смотрелся, и видно, что уж... Хорош уж на нем. То вот МК где-то выпал. В лейтгейме герой оказался, ну, не очень. Даже, казалось бы, все эти бусты, там 25 уровень, шикарный ультимейт, его не пробить. Да и никто просто с ним не дрался, и все. Не было смысла. Суть была в том, чтобы другого Кора избить. Медуза в бане. Все так же ничего не меняется. Никто не хочет ее здесь видеть. Морфлинг тоже в первой стадии банов отлетает. Лайфстилер. Да, минус на икс. А о чем это нам может говорить? Кого хотят себе взять? Кентавра. Например. Кентавр? И пудж. Пудж. И ДК в мид. А, нет, там пудж в миде. Сорри, там пудж в миде. Извините. Ну, это ДК в сложную. ДК в сложную, пак на четверке. Как это? Керри андаинг. Керри андаинг. Ну, очень не любят мобильных героев. Прям вижу. А вега-сквадрон, так же, как и в прошлый раз, берут шадоу шамана. Ну, вот, потенциально хорошие герои против шадоу шамана. Увидим мы пака с нулифайером. Пака с нулифайером через атаку под лимкуэл. А зачем паку нулифайер, кстати, напомню, я не помню. Просто ради урона, ради чего? Ну, и урон в том числе. Ну, это как, типа, как альтернатива Хексу, что ли. Дополнить. Сборку. Ну, потому что нужен урон еще. И вроде бы как он тоже вырубает некоторых персонажей отчасти. То у пака и так Хекс. Ну, и Хекс. Хороший урон дает. Там не сильно хороший. Нет, там, если что, это просто пак с мьелнером я жду. Пак с мьелнером тоже нормально. Да, да, да. С мьелнером тоже хорошо. Согласен. Урон на тьма тьму. У пака же еще, да, талантный урон, если не ошибаюсь, есть. Просто урон рукой. Плюс полтос, кажется. Рукой, да. Только там как раз выбор между 8% магии и 50% урона, кажется. Так нечего думать. У тебя и так будет плюс к магии благодаря тому, что у тебя будет мьелнер. Ну, да. Элементарно. Гейрокоптер от Ханкис Фромзавод. Рейс Кинг. Вега Сквадрон. А вот, чтобы эту комбинацию переживать. Если вдруг такой чиз пройдет, Виверна и Титан, вы убьете Рейс Кинга, он встанет. Второй раз. У вас нет этой комбинации. Если это, конечно, не 68-ая минута и рефрешер на Виверне. Ну, в целом понятно, в целом понятно, что не так страшно теперь Кору попасть. Вот. В данную комбинацию тут же ответочка в лице Фантом Лансера. Давай, Рейс Кинг, быстрее получай опыт, если хочешь хоть сколько-то жить. Нам Пейл. Ранняя диффуза, ранняя неприятности для Рейс Кинга. И в целом он немного делает, что Фантом Лансеру. Очень неудобно драться против Элиозей. Вакайта, кстати, претендент действительно на Мьелнер. Претендент номер один. Потенциальный в игре против Эллюзиониста Пейла. Ну и Пак, конечно же. Я вообще вне конкуренции, даже не обсуждаю. А тут, правда, почему бы нет? Так я серьезно. По всем, понимаешь? Да, ты вот ловишь людей и все, и молнией, молнией, и все это взрывается, грит. Нет, я понимаю. А без Па еще взять? Я понимаю, что к этому просто очень тяжело прийти. Это очень сложный процесс умственный. Не у всех настолько неадекватные идеи появляются. Ну или просто не настолько до фантазии. Да, да. И иногда к этому просто сложно прийти по игре, потому что ты идешь немного другими сборками, там, через догоны. Вот тебе магия нужна, а вроде бы для физики у тебя есть вика. И вроде нет надобности. Ну и в итоге никто так не фармит этого пака через урон. А мы его постоянно ругаем, что у него не хватает урона в лейте. А у него есть этот урон. Номинально он у него есть. Его никто не качает таким образом. Или не докачивает, не успевает докачать до 25-го, например. Такое тоже иногда происходит. Так, убрали Никс Асасина. Так, кто хорош будет против Фантом Лансера в миде? Надо понимать. Медуза в бане, в бане. Вот сразу, сразу. А, точно, я не заметил. Извините. Удэ забанили. А, хорош против Пайлайт Мидео, да? Тут без шуток. И Рубик для Ханкис. Фром, завод. Титан сложный, Рубик на четверку. Тинкер. Короче, Вега играют, знаешь, по грязи. По грязи пошли, все суперфирменные герои всплывают. Но это, конечно, правильно, потому что тут игра на вылет. Третья карта решающая. Если ты не пойдешь по грязи и не победишь, Чего ты вообще играешь в квалификацию? Что не запрещено, то разрешено. Тинкера брать не запрещено. Его не запретили, работяги. Смотри, немножко изменили героев. Сёма отдает Алохе. Шадоу Шамана сам же забирает Андаинга. Подожди, Андаинга от Сёмы, это же мемчик, это же прям очень круто. Где-то мы наблюдали, какой-то дичайший Андаинг от Сёмы был. На каких-то квалификациях. Я, к сожалению, свою шпаргалку оставил заряжаться, потому что она сдохла. Там сатаница. Я не... Там сатаница, реально. Честно скажу, от Сёма. Не помню. Честно? Не помню. Сейчас посмотришь. Хорошо. Если не помнишь или не видел, сейчас все узнаешь. Я вижу Тинкера, который будет пулять. Пиу, 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 пиу. Пиу, пиу, пиу. И Тинкера, которого ловить нечем. Ну, тут просто... Виверна? Всё, Виверна. Если Шторма Виверна ловила, Тинкера так тем более. Нет, Шторм Спирита там по большей части, наверное, даже не Виверна ловил, а какой-то Бэйн временами хватал. Сейчас даже Бэйна нет. Короче, да, мне это не сильно нравится. И зайти на базу будет сложно, потому что Тинкера будет спамить. И дистанционно базу никто не ломает у работяг. Короче, это ГГ. Ну, внимательно надо просто отнестись к центральной линии сейчас. И позволить Фантом Лансеру ранее артефакты... Нет, можно игнорировать Тинкера. Если Тинкера сейчас месить, активно месить, избивать, отсрочить его бутсов тревел максимально далеко и не дать ему набрать нормальный уровень, да, это может на некоторое время спасти работяг. Просто потенциально представить, что у ПЛН диффуза появится тогда, когда у Тинкера Трэвелайд. Да, это уже минус Рейс Кинг, скорее всего минус Тинкер, потому что до даггера попробую доберись. Я к тому же и веду, что нужно сейчас будет, ну, как мне кажется. Почему диффуза и бутсов тревел для Фантом Лансера? Вот такой агрессив. Старый агрессив, да, так собирался. Трэвела и диффуза. Собственно, после него все начали повторять подобные сборки. После него все начали брать ПЛа. Потому что там он если и появлялся, то так, постольку поскольку. Так, ну по составчику, раз у нас пауза, пробежимся и посмотрим, как он играет. Кант забирает Винтерн Виверн. Мариача будет на гирокоптере. Уш-уш-уш. Фантом Лансер. Саникес будет играть на Рубике. И Хакон. Титан в сложную. Все верно. Ну и Вега Сквадрон. Слеер. Он же Сема Слеер. Видимо, решил упростить немножко свой никнейм. Андайинг. Близзи на паке в сложной. Гот Тинкер. Алоха. Шадоу Шаман. И Палантимос Рейс Кинг. Вот в прошлой игре Близзи мне уже понравился. Вот первая, которая была на Думе, прям фу-фу-фу. Вторая, молодец. На Омни Найти, правда, исправился. Он и был тем самым камнем преткновения, о которой споткнулись работяги. А как думаешь, насколько актуальна Фантом Лансера проблема Рейс Кинга за счет Фантом Лансера? Слишком ли это страшно? Является ли это прямой контроль? Жутко. Является ли ПЛ прямой контроль Рейс Кинга? Да. Ну, да. Мне кажется, да. К моменту, когда у Рейс Кинга появится условный Мьолнир, ПЛ может уже выиграть матч. Маны нет постоянно, у Вики нет врожденной способности к тому, чтобы убивать большие пачки юнитов. Так что, да. Поехали. Ну, опять же, по макро у Вики есть пара сильных персонажей. Тинкер Шаман, которые будут, как в прошлом матче, раскачивать из разряда Шторм Спирит Шаман. Погнали. Надеюсь, сейчас никаких неприятных не будет. Отключений от игры. У меня есть предложение, что хотят подраться. Гега Складрон. Они так настырно идут на вражеские позиции. Втроем уже выпустят пар. Выпустить пар. Ну, что-то, да. Что-то намекает мне. Первым номером идет ПАК. Поставили Апсерфвард. Кстати, на руне Гега Складрон. Понятно. Руна раз. И плюс подход к потенциальной какой-то ганг с центральной линии в нижнюю. Возможно. И поставили в центре тоже Апсерфвард. Сами же Вега вроде пока еще не тратили варды. И интересный вопрос к работягам касательно Гирокоптера. Схема его раскачки. Как много с ним поставят людей и как активно будут выгонять этого ПАКа. Потому что кажется, что Гирыч ПАКа не убивает, но похарасить он его в принципе в состоянии. И ФЛЭКом там ты от всего не поворачиваешься, а здоровья на ПАКе мало. Гирокоптер плюс Рубик. Например, очень действенная штука за время действия телекинеза. Ты и Стан можешь прописать за время действия телекинеза. Просто не дать ему идти в шифт. А после этого и ракетками продолжай. Просто сегодня был уже Гирыч, который играл чисто через ФЛЭК ракету. Сегодня и ПАК был, который без шифта был. Да. Всякое было. Раза три умер лишних. Но Гирыч один стоит. Пока совсем один. Бедолага. Один он стоит, потому что в центре Рубик сейчас находится. Выходит он на шаду шамана. Можно его бросить вниз туда. Правильно, все делают. Отлично. Также идет замедление еще от Виверны. Виверна пытается замедлить еще и Анда, Инга. И Тингера всех пытается замедлить Кант. В итоге всех замедлили и никого не убили. Никого не убили. Но стянули Анда, Инга. И теперь в Гирохоптер хотя бы будет просто стоять один. А там в Вега вытащили пачку крипов к себе на сложной линии. ПАК между Т1 и Т2. Элементарная схема. Неважно, кто у тебя. Дум, Омни Найт, кто угодно. Близи действуют по своей классике. А привычка уже. Пока нет героев, которые этому мешают. Вот стоит постоянно прибегать к такой схеме. Ты быстро получаешь второй. Берешь shift, например. И тебя становится намного сложнее забирать. Undying. И разбегаются сразу Саня с Ашем, чтобы не попасть вдвоем под дикей. Но в последний момент сошлись и получили. Это заклинание. Сразу и один, и второй. Виверна переключается к гирокоптеру помогать стоять против пака. Да, ну тут видишь, вард стоит. Заблокировал нейтралов. Виверна прилетела, посмотрела на это все и думает, что я тут буду делать. Со спины, может быть, нападут сейчас. Либо же попытаются руну отжать. Умирает Титан. И сейчас неприятное для Титана это то, что шаман пойдет руны сейчас отбирать. Успеет ли? Да, успевает, кажется, шаман прибежать на руну. Нет, 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 не успевает. Титан, хорошо. А вот теперь уже... Алоха. Колокольчиками своими колотушечками. Потряс и убежал. Тинкер. Копье есть. Слышу я, как взлетает Виверна, но Виверна взлетает на нижней руне. Пака прогоняла. Пока Виверна вот мечется между двумя линиями, не может себе пристанище найти. Трудно с фармом. Дела у Фантом Лансера в церкви. Вот, постоянно его напрягает. Лазер. Так или иначе. Ну вот, пачку к себе забирает. Можно попробовать забрать Андаинга? Да, тем более разбивают большую часть крипов. Правда, вышка не сагналась на Сему. Ну, минус Андаинг. Один. Один. Нашли чем ответить. Гира оставили в соло. Гира справляется. Там в соло также стоит Элдер Тайтан. Но он не справляется. Хакона будут ли гнать должны? Феррифайер использовал. Не хватает, не хватает чуточку урона. Будет еще Эхо Стом. Залетел Орех. И нет, конечно. Хакон сам уже никого не пойдет добивать. Стики, да? Там не феррифайер, стики. Да, кажется, это были стики. Ну, просто Андаинг вроде и умер в центре. А ведь Тинкер стоит. Тинкер-то фармит. И у Тинкера все потрясающе. 16 на 5. Так же, как и у гирокоптера. Очень сложная механика, конечно. Ракета, залетающая в пака. Не знаю, как он это делает. Какие годы тренировок были потрачены для того, чтобы отточить мастерство ворота от ракеты. Тут Рубик. Для этой комбинации нужен Рубик. Который просто в Теллигенес будет поднимать пака и тем самым хотя бы пробивать. Пускай и не забирать сразу. Ну, Рубик не уходит с центра. Да, Рубик занят. У Рубика свои тут дела. Вот выигрывает центральную линию. Не загнобили его и по фарму. Обогоняет Фантом Лансера. Еврейский фармит. Тоже ничего ему не делает Херкес Фром. Завод. Смотри, еще одна атака по андайингу. Сплинтер бласт чуточку не точно. И этого урона не хватает, чтобы разобраться. Сема и башня бьет Саню. Саня. Саня. Какой-то бумер. Знаешь, как Димон, только только Саня. Вот он Сема. Сема, которого попробуй забери. И он выигрывает своему тиммейту линию сейчас. То, что там он здоровьем торгует. лицом торгует. Это все дает плюс год. Год уже 24 на 9 на фоне 17 всего лишь от Фантом Лансера. Это нормальный тайминговый тревеламп. Более-менее еще подфармливает. Но просто сколько усилий и постоянное присутствие Виверны, Рубик практически втроем против двоих стоят. И эффекта это должного пока не дает. Виверна рядом с Баком. Тоже не совсем понятно, что делать Виверна Баку. Она его харасит, если про Arctic Burn говорить. Ну и все. Но нет Arctic Burn. А гирокоптер вообще чем занимается? У него воражек есть? Нет, у него третья ракета. А проверяем. Да как он это делает? Чертяга! Сильно скиновой. Очень скиновой. Это получается. Поэтому они там, а ты здесь. Ты еще там критиковал, дур. У тебя Пак в твоем лице. Ладно. Мне этого не понять. Я просто смотрю, кому тут еще эта ракета может палки в колеса вставлять. Ух, хитрый. Может, Тинкеру разве что ловить Тинкера потом. Пока что Рубика убили. Не очень. Не очень дешевая руна Хеста, которую разбил Тинкер. А и Сему тут, наверное, тоже не убить. Копье он получает. Еще один Дикей. Фантом Лансер вот просто ковыряет, ковыряет, царапает сейчас Семена, но тот живет. Еще Копье. Копье никого так и не убивает. Или убивает. Или убивает. Рубик на месте. Фейтбол. Хорошо. Пэл! Пэл! А тычка в последний стикер. Что? Как он живет? Как он хилится? Как он живет? И Рошан добивает Алоху. С Новым годом. Хо-хо-хо. Рейс Кинга не трогают. Он фармит. Он на первой позиции. 43 на 10. Ой, Бэл может просто не поспеть. За таким Рейс Кингом. У нас пока машина идет, бьет. И в ус не дует. Опция сам по себе Рейс Кинг получает. Как? Как этот пак так увар... От ракеты? Да это же невозможно! Он еще от одного кулдауна повернулся. Какой он бешеный, дикий вообще! А можно сделать нарезку хайлайтов и потом показать этому гирокоптеру? Или лучше родителям гирокоптера? Подожди, ты кого хайпишь? Пака или ты ругаешь гирокоптера? Я просто хочу понять. Нет, пак просто божественен. Пак лучший. Я понимаю, что с гирокоптером? С ним возможно что-то не так. сделать пак Возможно. Пак слишком хорош. Возможно. Возможно гирокоптер сделал какой-то неправильный выбор в своей жизни. Например, ракетов три. Есть еще одни ракеты. Сейчас седьмая будет. Седьмой уровень? Да, 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 смотри. Хорош! Ай, молодец! Полетела ракета. Все, есть вопрос. Нет, замечательно. Просто разминался. Он прицеливался, разминался на паке. Проверял, как работает эта штука. Там скорость выстраивал, поправку на ветер, топливо, чтобы перерасхода не было. Ну, в принципе, да, справедливо. Вот все, а то, что тут вблизи уворачивается. Это проблемы вблизи, мне кажется. О-о! Сейчас можно было новую кастовать. Развел наш их. Схема. С- С- стратегия. Три топовых нетворса у Веки с подрон. И пак входит в тройку. Обгоняет гирокоптера. И он стоит на линии и думает, да в чем проблема? Что я делаю не так? Роман, все хорошо? Все же хорошо. она еще 150 маны стоит, что веселее всего. 150 маны. Самая дорогая способность из адекватных. Да, она дороже, чем колдаун. Знаешь, это возможно какой-то троллинг. Я очень часто рекламировал ракету, но... Лично против тебя ты имеешь в виду? Ну да, но не против пака. Это хорошо работает не против пака. Свен не работает против... Фишка не в паке скиновом, я не понимаю, я запутался. Нет, пак умничка. Пак умничка. Это сейчас у меня снизу вот так. Ух. Ну, игра такая насыщенная файтами. Постоянная агрессия от геррокоптера. Да, геррокоптер агрессирует. Ну, вообще, если серьезно, то кроме мидлейна все очень пассивненько. В начале Элдер Титана помучили благодаря шедо-шаману. А дальше, дальше будут эти размены по хп в центре лотандаинга. Все, видно, что ребята хотят артефакты, потом уже будем драться и смотреть. Не подходит Близзи? Ну, он боится, он боится, конечно-то. Такой ракетчик. О, хороший эхостомб. Или Титингер. Все, это была есть у года. Да, мы так много внимания уделяли тому, чтобы рассказать, что года нужно месить в начале. И чтобы эти травела появились попозже, чтобы можно было зажимать таким образом Рейс Кинга. Ну и опять же, по накатанной действовать. А в итоге, что мы наблюдаем? А в итоге... не, паку он выгнал, конечно. Браво. Да и перефармит. Ну, серьезно, еще две минуты назад фарм пака был выше, чем геррокоптера. Сейчас на 300 больше. на ладов. Я бесконечно рад за геррокоптера. Он большой молодец. 3000 перефарм вега сквадрон. Мейн позиции лучше, чем у врага. Элдер Титан немного выпал. Пака 4 500, 2 500 Титана. Смотрится несчастно. Ну и все, мы в это время ставим варды. На два вышку ломают. Рейс Кинга вообще никто не убивал. и в другой игре есть вероятность, что не будут. Рубик выбросил Undying из-под колдауна. Там ракета, кстати, была в файте? Была, была. Да. По кому? По Undying. По Undying. Вода по Паку. Нет, Рубик просто выбросил из-под колдауна зомби. Нет, ну этот парень без шифта, конечно. Тут попроще. Пора ждем. Сейчас будет Хекс. Нет, ракета еще одна. Ладно, нормально, нормально. Все нормально, все нормально. Все хорошо. Подвардила Виверна свою нижнюю тир-1 вышку, чтобы убедиться в том, что тут команда врага и находится. Видели Сему. Сема ставит тоже вард. Также видит цапов. И бежать. Видели, видели Сему. Еще один вард ставит. Просто откладывает варды один за другим. И Сентрик, который не видит ни один, ни второй. Не дотягивается, конечно же. Вега идут прессовать, душить, давить и скорее задушат и запрессуют и задавят. Палантимос на месте. Есть кулачок и все. Студна получилась только по ПЛу. Ну и Тинкер все это дело охраняет, стабильно забрасывает по кусаке. Гирокоптера на месте не оказалось. Телепорт у него, кстати, был. Можно было прилететь на светлиню на свою попробовать. Почему бы нет? не решился и ПЛ посмотрите как сильно он отстает по фарму ПЛ, который должен был собрать ранний дефуза. Что там имеет ли? Нет, еще не имеет, еще до сих пор нет. Ну допустим они есть. Даже допустим они вот сейчас у него есть. Но их дофармить надо. Там чуть-чуть монеток осталось. Гирыч. Удау. Критический вылет. Нет, 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 нет. Тяжело, тяжело добираться. Как он эту ракету пытался сломать? Не получилось, она его настигла. Видел количество лечения, которое отображается, когда под Колден Брейс? Как тебе? Красиво. Как ты считаешь, это может быть связано с бетой? Нет, я не обращал внимания. Там какие-то... Там примерно 15-ти значное число было. А. Плюс-минус. Тогда не. Я не смотрел, я посмотрю вообще. Я уже стараюсь не обращать на такое внимание. Этого нет. Этого нет. Этого нет. В таком духе не обращать внимания. Монтифайры объяснились. Есть Дифижел Блейд. Хастом ушел, правда, в сторону. Но хороший ульт от Виверны позволит помпомлантеру сейчас многих подобивать. Ракета. Пак. Пак опять уходит. Как ты будешь против него играть вблизи? Ракетой попал. Ракетой он попал. Ракетой попал. Но, в общем, пак скрылся. Еще одни ракеты в этот раз от Динкера. И спешит, спешит, срабатывает крит от Палантимоса. И ультимейт у него есть. Спешается Рейс Кинг. Мне кажется, его не удержать. Просто ноль ошибок от Вики. Ноль ошибок. И помощь есть от команды, что очень важно. Идеальный керри. И Даггер через 6 секунд к не уйдет. В общем-то ракета одна. Дальше Даггер лазер. Нет, 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 нет. Мана закончилась. Клевать было. Смогили Элдер Титана. Центральная линия ломается по реконечку. Приходит туда Фантом Лансер. Сам же Рейс Кинг уходит в лес. Да, все круто. Все круто. Рейс Кинг 8000 против 5000 фантом Лансера. Немного отпустили. ВК. Если посмотреть, вообще никакой поддержки не было у HFZ в сложной линии. Титан медленно отправлялся на помойку и смирили с этим HFZ. делали упор именно на Гера и Фантом Лансера. Но даже на позиции Гера Фантом Лансера просто не до фарма. Какой-то артефакты минимальные по инициированию. Просто жду врыв от Гега Сквадрон, когда помимо Пака еще и на голову Рейс Кинг будет нырять и Пэйлом моментально разбирать. До Мандо Стайла можно пока нет Мандо Стайла. И с Пэйлом можно работать. Комбо пока еще рабочее. Сейчас можно найти Вику. Да, есть оглушение. Еще одно оглушение. Есть телепорты по Цветыню. Очень быстро Рейс Кинга не забрать. Если только он не угодит под разлом. И он угодил под разлом. Буквально кончиком наступило. Здесь ульт Герокоптера под Виверну. Ну да ладно. Все же не мешает это забрать и Шадоу Шамана и Тинкера. И разлетаются из-под вардов Блитси убивает Герокоптера. Хороший размин. Для Блитси конкретно. Так-то все плохо, потому что потеряли Вику и Тинкера. Да, может назови Верной Кнаци. Прыгает дальше. Арба очень скоро у Блитси. Перерез Кантс. Нет, нет. Ладно, все, забираю свои слова назад. В принципе неплохо. Ладно, номинально по денежкам. Лучше все для работяг. Если даже не брать в расчет верную, допустим 500 золота отнять, 300 золота, то они заработали чуть побольше. Мы же понимаем, что и у тех коры умерли, и у тех коры умерли. Значит никто и не фармит. Только пак денег получил много. 7900 у него, слушай. Он реально сейчас Рейс Кинга обгонит, пока тот к фарму торопится. Даже при такой сложной не, линия была невыносимая. Типа этот Герыч с ракетой просто овнил. 10-12. Все, все, что я могу сказать на этот счет. 10-12. Коллективы, конечно, ну, что, что? Что ты хочешь сказать? Да, просто я теряюсь по игре, честно говоря. Сумбур происходит. тотальный с этим ПЛ-ом все жду. У меня просто в голове была строго выстроенная картина. Покупает Diffusial Blade унижает Рейс Кинга. Пл покупает Diffusial Blade в это время у Рейс Кинга уже там 2-3 слота. И в итоге сейчас этот Рейс Кинг будет отрываться, отрываться, отрываться. Фандом Ланцер на 2,5 тысячи как отставал, так и отстает. У меня просто HFZ кажется, шансы их на глазах тает. Ну, комба, комба крутая по-прежнему у них. И никто не отменяет тот факт, что они могут хорошо разыграть ульт Виверной под Герыча под ПЛ, под Титана, например, и все закончится. И Рубик может там украсть какой-то либо Варды, либо Трим Койл, чем-то закрепить эту комбу и ну, таким образом похоронить вообще всю команду Вега Сквадрон. И керри у них тоже неплохие у HFZ. У нас была сегодня такая игра, вернее, не сегодня, это когда там Фнатики, Фнатики недавно играли. И каждый раз мы делали небольшую сноску на то, что керри хорошие, керри могут победить. Да, и все хорошо, вы ведете 15 или 17 тысяч, но если вы разок зальете драку, у вас сгорит база. И так и произошло. Ну, неважно, какой был перефарм, там все очень резко, там за минуту все поменялось. Фнатик ВП? Да, 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 вот как вторая карта, кажется, какая-то. Да, вторая. Вот. Там все очень резко поменялось. Здесь точно так же. Здесь вы один раз ошиблись, один раз подставились под колдаун и разлом под виверну, все. Вас потом по частям будут собирать по всей карте. На Рейс Кинга два героя выходят вверху. Нормально, как говорится. В вышке. Чувствую этот момент, если что, там вижу настолько, что страшно аж становится. Вега Сквадрон гуляют и... Ой, Вега Сквадрон, прошу прощения, и ЧФЗ гуляют и под центре вардами, и под обсерв вардами. На Рейс Кинг уходит, покупает Рейдианс. Рейдианс. Мощно. Мощная заявочка. Хороший, достаточно быстрый Рейдианс. Уж. Полисочком. Забрасывает копье вблизи. Говорит, ребят, я знаю, где он. Можем его убивать. Да, и он прыгает. Хорошо. Дримкоил, лазер, ор. Отличное исполнение. До появления Монте Стайла так и будет. Скрип, откуда ультве верны. Тинкера забрали. Да и пока, может быть, даже заберут. Нет, не уходит. Не, он ушел в таверну. И ракетов кого-то еще там я слышал, дзынькнуло. Да, три героя. Двега-сквадрон в топе в это время подталкивает линию. Там Т-2 вышка давно уже рассыпалась. Поэтому формально не просто портал филтавр и вряд ли кто-то пойдет дальше. Хотя есть варды. На самом деле можно варды поставить и попробовать их защищать. так и дело. Есть варды и не так много людей способны ломать эти варды хорошо. Может быть, и верно под арктикберном, которая почему-то спускается вниз, получает очень много урона от вардов, едва не умирает сам Рубик, но эхо стом классный от Хакона был. Варды пока вместо того, чтобы атаковать вышку, фармят крипов. Фармят Рубика. В общем, атакуют какие-то рандомные цели абсолютно произвольно. Но пусть будет так. Варды должны разбить хотя бы часть вышки. Они снесли выигрывается время. На самом деле вы стягиваете силы врага на защиту своей базы, поэтому никто не откушивает лайны. Сейчас с появлением двух коров, которые украли внизу. Можно просто пойти и дальше давить. Даггеры появились в количестве двух штук. по-моему, один у Рубика, а другой то ли у Шадоу Шамана, то ли еще у кого-то. Да, Шадоу Шаман и Рубик. Все верно. Да, тимкин недавно с этими вещами. Лоха. Успела курицу доползти до святыни и прожать ее. Ну и вот этот герокоптер фармящий героев, крипов всех фармит. А гера просто единственный, кто борется за нормальный Нетворс. Все так же Фантом Лансер. Ну смотрится вообще не очень. Тем более с Радиансом, с промахами по Рейс Кингу. Ты просто не успеешь всю ману вышить. Смотри, какие телепорты. Три телепорта в центр. Там в это время умирал Титан. Возвращают назад в Яку. У того есть ульт. Пока еще живет. Получил ракету. Все, Пак прыгает. Есть Ваннингриф и есть минус Рубик. Устанавливается там бак. Герокоптер, кажется, немного подставился. Ракеты! Ястреб сбит. Просто система ПВО. Сергей Брагин 2017. Хорошо работает. И своевременно подошел Алоха с тем же даггером под реинкарнацию Тимаса выдал в отличный шейков. И на минус 5. Минус 5, казалось бы, в ситуации, которая вообще не предвещала беды. Просто отдайте маны. Немножко маны. Алохе не хватает маны для того, чтобы поставить варды. Вот. Его только что замазали бутылочкой. Год это сделал. И устанавливаются варды второго уровня. Рушится казарма мечников в центре. Да, можно просто отойти, а змейки сделают начатое. Классно! Вот так вот все неожиданно заканчивается в центре. Именно. Пока еще игра сама по себе не заканчивается. Не забываем, есть хороший керри у HFZ. Причем на самой виверне, видишь, не показывает скорость регена. Ну, плюс 52 показывает. Ну, не 15-значная, конечно. Не, там было вот 15-значная тогда. Может быть, сейчас Канто попробует кого-то подлечить и мы посмотрим. Может, это если в полнолуни лечить какого-то конкретного героя. Что-то, мне кажется, Пак берега попрыгал. Пак уже под фонтаном сидит на все это дело. Год против уж- уж и есть ракетки и снова минус на Фантом Ланселин. Он Х2 по отношению к Бэллу. Номинальный это два мидлейнера. 7300 там, 14300 другой команде. Год, правда, может умереть. Все, Год умирает, Хакону достается данный фраг, а в это время Рошан подает и труп веку с квадро. За годы, кстати, Хакону нормально, 910 монет дают. Конечно, Гирокоптеру пригодилось бы побольше. Все-таки ему урон в дальнейшем вливать на Сарик точно лишним не будет. Но теперь есть три Рейс Кинга, при том уровень у него уже 17-й, скоро будет 60-секундный КД на ультимейте и все. И убивай этого Рейс Кинга просто до бесконечности. Ты его пока убиваешь между вот этими подходами, у него обычно успевает откатиться ультимейт. Вылазка от HFZ. Понимаем, где находятся их враги потенциально. И готовы. Вроде как отрезается даже Shadow Shaman. У него есть даггер, не будем забывать. Алохо в итоге упрыгивает. И все, вылазка оказалась бесполезной. Vega Squadron даже пассивно играя будут выигрывать по экономике. Они сломали одну сторону, поэтому понятно, что потенциально золото меньше зарабатывает враги. Плюс внешних вышек как таковых нет у врага. Нет Shriner или не будет Shriner в ближайшее время, вы просто занимаете их лес и фармите гораздо больше. Ну вот нашли Рубика. Виверну, Виверну, да. Я только хотел спросить, а че так курица сверху опускалась? Это была Виверна в Арктик Берне. А как без ульты на Виверне сейчас строить замес? Хорошо, выловили Шамана. Начало неплохое. И Пака туда же зашивала. А Пак вот просто решил за компанию верить. И Рокет Берн же, ты видел, какой урон наносит. Ты видел? Да, видел. Рейш Скинг поднимается и Рейш Скинга тоже забирают. Забирают это Эггер. Это Рокет Берн ты понимаешь? Это Рокет Берн и дальше за годом с этим Рокет Берн хорошо. Я могу промахиваться, но я не промахиваюсь с ракетками. Хотелось бы дострельнуть и в итоге забирают года. Я... Он с Даггером. Так, погоди. Сейчас на Вику напали. Поднимают. Главное аккуратненько иллюзиями ему вану выжигать и не приближаться к Фантом Лансеру, потому что с одного удара можно отлететь. Я хочу видеть глаза этого Геррокоптера, когда он осознал, сколько урона залетает с Рокет Берн на 28-й минуте, если что. На 28-й минуте, если что. 5-800 лет. Он еще 5 штук выдал за драку. Но 3 ракеты тоже, к слову, успел поставить. Да. Думает, блин, как же я ошибался. То, что 10 раз Вика нажала армлет нашего обсервера удивляет, что он 12 раз ПТ поклался. Вот это да. Вроде бы нет. Обсерверы эти, конечно. Нет, отбились. Сейчас и правда неплохо отбились. При том, что Рейс Кингов там было много, необходимо было его убивать кучу-кучу раз. Там Пак. Вот Пак чуточку подзалил, когда нырнул за Шадоу Шаманом и потерял 90% здоровья. Давай, правильно. И ты же взял плюс 8 к магии. Давай, принимайся. Не будет, да, этого артефакта. Нулифайера? Нулифайера плюс Мелнира. А, плюс Мелнира. Да, походу без Мелнира в этой игре. Что-то побил, пофил, подумал, долговато будет. Там вообще резких не есть. Демонтажники. Хекс, о, Фантом Лансик закрывает его еще и в... Айвак. Вардами неплохо так же подзакрыли. Дубльгангер, он уходит. Пак успевает ровно через секунду после того, как был использован сонный сплиттер. Чуть-чуть не добивает Шамана. В прединфарктном состоянии Алоха сейчас двигается, но это не мешает ему подходить и подфармливать, подпушивать сторону. Отбились. И отбились от потенциального сноса стороны. На самом деле забрали сейчас Фантом Лансера, то, наверное, зашли бы в Экэсквадрон. Так или иначе преимущество есть и оно ощутимо. Да, и вот знаешь, один такой набег, второй, третий, четвертый и вроде как даже ПЛ какие-то артефакты может себе приобрести. Если, конечно, будет грамотно находить места для фарма. Пока только места для фарма Герокоптер успевает найти. Битва Титанов, вернее, Элдер Титана и Фантом Титана за вторую строчку в своей команде по фарму. Ну, где Гера? Что новенького у него появилось? Гера будет бабочкать когда-то. Еще для фарма используется. Серьезно? Великолепное заглядание. Я еще вышки пушу. Цены бы у меня не было. Ну, чтобы полный урон по башне просто заходил. Подлетаешь там минус 400. Догоны. Пошли догоны на паках. Ну, и как обычно это заведено, паки любят убивать именно сапов вражеских. В данном случае это Рубик Виверна. У Виверны есть рейндроп. Хорошо. У Рубика атакующая аура. У Рубика. Так что от пака он не больно защищен, но может приобрести глиммер в будущем, который у него стоит в быстрых покупках и обезопасить себя. Ой-ой-ой-ой-ой. Пак. Один пак. Просто под Вейлом, под Дагоном как будто его не было. Но он страдает. Очень сильно вот хотел сказать. Очень сильно страдает от Тинкера. Сейчас еще и от пака. Без защиты от магии жить долго не будет ПЛ и он тут же приобретает Блэкинг Бар. Пишут мне в Твиттере про то, что когда в игре такой гирокоптер, где-то в мире плачет один Дашкевич. Но или смеется. Смеется. Возможно, плачет от смеха. Но если серьезно, то шанс есть у Гирыча эту игру затащить. Пока еще есть. Пока еще не все потеряно. Рубик. Отлично. Спасает ПЛ. А спасает Ли. Тут нажимает БКБ. Нажимает Обельгангер. Уходит. Прыгает Шадоу Шаман на возвышенность. Устанавливает. Варды! Варды! Добивают убегающего ПЛ, у которого уже не остается денег на выку. А, это Варды саганим. ПЛ. ПЛ, 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 ПЛ. Просто Варды с аганимом, которые занимаются вышкой и параллельно убивая кого-то рядом еще и гирокоптера сбили. Без выкупа. Без выкупа два персонажа. Два женейших персонажа больше некем сражаться. Пак может отъехать, но не. Выживать Рубик. Пак должен был выживать. Да вот не выжил. Только ульту Виверны заканчивается. Он не бесконечный. Через 25 секунд появится Фантом Лансер. Это, видимо, влияет на решение Веги оставаться на базе или нет. Они уходят. Третью сторону не пошли забирать. Под Варды, я думаю. Откатятся Варды и тогда мы уже увидим. Такой целенаправленный, чуть ли не стопроцентный заход на сторону. Надо просто сломать третью сторону. Мега-крипы. Виверны. Не оказалось на месте Виверны. Потому что не Рубик должен был спасать ПЛ, а именно Виверну. Виверну, у которой есть Блинг. Но прощелкал Ганг момент инициирования. Как же этот шаман джукит? Алоха просто на грани действует. И сейчас получит 18-е. Это третий Варды с Аганимом. 35 секунд. До потенциальных вардов на базе у врага. Уже должны Вега отправляться по верхней линии и проталкивать ее как можно ближе к вышке, к казарму. Этот Фантом Лайнсер он просто корм сейчас. Да, вот она Виверна охраняющая. Хекс есть и у Тинкера. Да. Сдает ракету по всем ПЛ. пытается уйти. Включает Блэкинг Барду, Пельгангер, бежать. Пак готов идти дальше за ним. Это смерть. Пак с Дагоном даже руками добьет. Да, и это без ВКППЛ. 50 секунд хватит, чтобы дойти до базы. И Геррокоптер, возможно, не сможет отпустить Даггл-чет. Ваткнуть Варды и думал, ничего не будет. Ну да. БКБ Геррокоптер. Тинкер улетает. А, и уходит с блин Даггера. Ракета! 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 Верночка родненькая. Там, на полудара остается ему. Да, ГГ. ГГ пишет Фантом Лансер и выходит из игры. И это победа в Вега Складрон. Но знаешь, вот порой это было настолько на соплях, порой, если бы пара решений более грамотных со стороны работяг, то мы бы сейчас не победу в Веге праздновали. Что я хочу сказать. Радоваться реально повода вообще никакого нет. Абсолютно. Выиграли кого-то там со счетом 2-1 с очень большим натягом. Не знаю. Ну, тут я согласен касательно Вега Складрон. Они, безусловно, не в оптимальной форме пребывают. Это видно. И на этом уровне это, в общем-то, показательно. Если мы бы говорили о встрече с именитыми соперниками, да, пожалуй. Но они играли с заменами в любом случае. Просто завтра тоже с заменами играть и послезавтра играть. А там уже Эмпайр. Да, там Эмпайр. Там уже будет посложнее. Ну, поэтому, да. все-таки проверочной станет игра против Эмпайр либо против Спирит. С кем вы там дальше будете встречаться. Но формально это Эмпайр. Вега Складрон выходит именно на данного полуфиналиста. Спирит у нас внизу. Поэтому встретиться с ними только можно будет в финале. Но остальные коллективы не очень именитые. но амбициозные. Амбициозные. Все верно. У нас очень маленькая организация, которая стремительно развивается, как говорилось в одном фильме, одним интересным персонажем.